В последнее время на фоне ухудшения отношений России с так называемым коллективным западом российско-турецкое сотрудничество получило новый импульс. Во-первых, Турция выступила посредником между Россией и Украиной, предложив площадку для переговоров. Во-вторых, Турция отказалась присоединяться к санкциям против России, а также пресекла возможность кораблей НАТО войти в Черное море. В-третьих, Турция стала во главе координационного центра по вывозу зерна из украинских портов. В то же время нельзя сказать, что отношения России и Турции всегда были безоблачными. Случались инциденты, вызывавшие напряжение. Возникали противоречия по серьезным геополитическим вопросам, как, например, по урегулированию в Сирии. Однако каждый раз лидерам двух стран Путину и Эрдогану удавалось найти устраивающее обе стороны решение, и полноценное сотрудничество возобновлялось. Даже в самые острые моменты международной напряженности руководители России и Турции продолжали взаимодействие в целях разрядки этой напряженности. Впервые после начала конфликта на Украине Путин и Эрдоган встретились в Тегеране, где страны четко высказались о создании треугольника Россия-Турция-Иран. И вот 5 августа Эрдогана ждут в Сочи с однодневным визитом, где одной из тем для обсуждения, в частности, может стать военно-техническое сотрудничество. Во всяком случае, повод для таких предположений дал президент Эрдоган, заявив, что его российский коллега заинтересован в совместном производстве беспилотников Байрактара. Пресс-секретарь российского президента не стал этого отрицать. В ходе недавних контактов Путина и Эрдогана тема военно-технического сотрудничества в различных измерениях затрагивалась. И, как правило, почти на каждой встрече различные аспекты обсуждаются. Поэтому да, тема ВТС будет наверняка обсуждаться и в Сочи. Турция собирается создать совместное предприятие в Объединенных Арабских Эмиратах. А почему бы не открыть предприятие в России? Это, конечно, очень хорошая реклама турецкому оружию. Это показывает, что сотрудничать Россия и Турция могут не только в вопросах газа и туризма, но и во многих других сферах, в том числе в таких тонких, как оружие и вообще все оборонки. Заявление Пескова в очередной раз подтверждает удивительную договоренноспособность Путина и Эрдогана. Каждая страна ведет независимую политику. Эрдоган и вовсе, являясь членом НАТО, ломает европейские шаблоны, выступает за всестороннее сотрудничество с Россией, не опасаясь критики со своих западных партнеров. Российские эксперты считают, что европейские страны, не имеющие такую же независимость, испытывают черную зависть к Турции. Они путают Турцию с какой-нибудь там Польшей. Турция это великая держава, великая нация с великой историей, которая, естественно, имеет свое мнение по всем вопросам, и Турция будет поступать так, как она считает нужным. Это нормально, естественно, никого слушать она не будет. Тем более, тем более, Турция никогда не будет поступать в ущерб своим экономическим интересам. И Турция, и Россия с каждым годом все больше себя осознают, как восточные державы. Турция потеряла надежду вступить в Евросоюз, а после последних событий начинает осознавать, что вступление в Евросоюз может ограничить возможности Турции, которая хочет развивать тесные экономические связи с Россией, Ираном, Азербайджаном, создавать новые экономические союзы и платформы. Сильный тянется к сильному, а сильные политики преобладают сейчас на Востоке. Сильные лидеры, они всегда договорятся. В Европе таких лидеров нет. Когда-то там Шарёдор Балты и Сарказин. Но сейчас таких лидеров в Европе нет и близко. Если мы посмотрим на постсоветское пространство, такие лидеры будут в налив. Мы такие разные, но все-таки мы вместе. Это можно применить и к отношениям России и Турции. Но уж очень много переплетений в экономике, логистике, туризме. И, конечно, участие России и Турции в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. Об этом во второй части нашей программы.